Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодняшнее видео о том, почему мы так плохо живем и как изменить этот мир к лучшему. Это ничего абсолютно не стоит, это может сделать каждый, но это достаточно сложно. Каждый из нас когда-то задумывается о том, почему я так плохо живу, почему одним все, а другим ничего. Но у каждого из нас есть свой мир, у кого-то он хороший и полон счастья и радости, а у кого-то есть все, а у кого-то есть ничего, нет ничего. Но на самом деле мир-то он один, он бесконечен, но у каждого он свой. И у каждого свое окружение, свои знакомые, каждый живет в своем доме, у каждого свои соседи, свои знакомые. И тот мир, который у каждого из нас, он является только отражением какой-то части общего мира. И какая эта часть зависит как раз только от нас. Мы формируем ее у себя, в голове. Давайте посмотрим, что у людей в голове, у разных людей в голове. На самом деле можно называть это вот как угодно. Господь Бог, Аллах, Иисус, Создатель, Вселенная, Верховный Разум. Но можно даже не верить в это, это не важно. Но все мы получаем то, что просим от этого мира. Вселенная любит нас и хочет помочь нам и дать нам то, что мы больше всего хотим. А чего мы хотим? Чего мы хотим? Главное донести это до Вселенной, объяснить, что вот мы хотим именно этого. Просто попросить. Но просить надо искренне, от всей души. И эти просьбы о том, чего мы хотим, мы усиливаем. Каким образом мы их усиливаем? Ну, для того, чтобы усилить эти просьбы, существуют, во-первых, молитвы. Но, с другой стороны, наши просьбы ко Вселенной усиливают наши эмоции. И больше всего усиливают их такие эмоции, как страх, ненависть, злоба. То же самое. Они точно так же усиливают. И давайте, смотрите, посмотрим. Например, человек просит. Господи, пришли мне денег побольше. Я очень хочу. И Господь думает. Ну, хорошо, но просит денег. А сколько денег? И человек не называет сумму, естественно. Он говорит, вот я хочу денег просто. И Господь Бог посылает ему деньги. То есть человек может найти какие-то деньги на дороге просто, выиграть в лотерею там или, ну, как угодно, так сказать, там, внезапная премия. И что делает человек? А человек бежит и тут же тратит все эти деньги. Он покупает какую-то, так сказать, там, ну, что-то покупает. Там телефон, одежду, машину, так сказать, дом. Все, что угодно. Но Господь Бог смотрит и думает, блин, он же просил денег. А на самом деле он взял и тут же их спустил. Все деньги. Он меня обманул. Он сказал, что хочет денег. Я ему послал денег, но он не хочет денег. Оказывается, он хотел телефон или машину. Но он просил денег, я ему дал. И Господь понимает. Он в недоумении. Говорит, ну, что же так? Ты просил у меня денег. И Господь отворачивается от человека. На какое-то время. Но... Говорит, хорошо. Ты просил не то, что ты хочешь. И Господь понимает, что люди очень часто просят не то, что хотят. И он начинает читать мысли, что же человек это хочет. И чем заняты мысли этого человека? А чем они заняты? Чем наполнена наша голова? То нам Господь Бог и больше всего посылает. И он чувствует вот эти вот энергии, которые мы посылаем, которые вот мы больше всего усиливаем. А давайте посмотрим. Вот недавно на мое видео обрушилось какое-то огромное количество комментариев. И я ужаснулся, какие мысли у людей в голове. Что они пишут? Жизнь, дерьмо. Правительство только и думает, как ободрать нас, простых людей. Доверять никому нельзя. Нас обязательно обманут. Все бабы-стервы. Все мужики-козлы вонючие. И если я вложу куда-нибудь деньги, их обязательно у меня украдут. Там вообще было? Нами управляет мировое правительство. Мы все рабы. Нас всех хотят сделать рабами. Вот такие комментарии я видел. И эти фразы усилены эмоциями, страхом, ненавистью. Это вообще... И что слышит Господь от этих людей? Жизнь, дерьмо. Значит, он этого хочет. И Господь посылает ему именно это. Именно такую жизнь. Правительство только и думает, как ободрать простых людей. Вы получаете такое правительство. Нас обязательно обманут, думают люди. Но вы же этого просите. Получите. Вот. Вот вам обман. Все бабы-стервы. Вот, получи. Стирву. Стирву. Разводишься. Ну, ты думаешь по-прежнему. И вторая будет то же самое. Ну, то же самое, абсолютно. С мужиками то же самое. Мы все рабы. Если вы так думаете, то вы это и получите. И все вот эти вот мысли отдельных людей, они суммируются, собираются в огромный, огромный вот такой вот клубок энергии, которые мы направляем во Вселенную. И что мы получаем? Мы получаем то государство, то правительство, которого мы все достойны. Как изменить это положение? Очень просто. Надо просто поменять картину мира. И начать надо именно с себя, с своего сознания. Просто начните думать. Меня окружают хорошие люди. Их много. Их большинство. Мне все хотят помочь. Не обмануть, помочь. Мне все желают добра. Да, я знаю, что есть люди нехорошие, но большинство из людей хорошие. И в каждом человеке самым злом, самым нехорошим есть что-то хорошее. Он просто почему-то на кого-то обижен. И надо просто найти это хорошее и сказать ему об этом. Наше правительство, это хорошее правительство, оно думает больше всего о том, как сделать нашу жизнь лучше. Чиновники постоянно думают о том, как улучшить нашу жизнь. И именно поэтому они пошли в чиновники. И надо, чтобы именно эти мысли были у нас в голове. Согласитесь, что это ничего не стоит. Но это трудно. И как изменить нашу картину мира. Если вы видите просто человека впервые, всегда думайте, что это хороший человек. Всегда. Всегда ищите в нем что-то хорошее. И всегда ищите подтверждение этому. Что вам нравится в этом человеке. Прежде всего думайте. И если вы начнете так думать, так относиться ко всему, то вы увидите, что ваш мир изменится. Я знаю чиновников, я знаю депутатов, которые правда думают, как изменить нашу жизнь к лучшему. И наша жизнь меняется. Я вижу, что наш город изменяется к лучшему. И я пишу просто благодарности регулярно мэру, заслуги. Я вижу это. И чем больше таких людей, чем больше людей будут верить в то, что мир хороший, что все вокруг хорошо и что должно быть хорошо. И тогда мир будет меняться. Непременно. И каждый из нас думает о своем будущем. О том, что нас ждет. О том, что нас представляет. И какое наше будущее, как мы его себе представляем, таким оно и будет. Оно будет прекрасным или ужасным? Это зависит от нас. Если вы думаете, что сколько бы денег вы ни накопили, их всегда украдут, ну так и будет. Но я-то уверен в обратном. И я формирую свое будущее. И это сознание работает. И именно это я хочу донести до вас в своем канале. Поэтому, значит, прежде всего я призываю вас поменять вот это сознание. Прежде всего, в каждом человеке, которого вы встречаете, надо видеть хорошее. Во всем, что мы делаем, надо видеть хорошее. У нас все получится. Я буду жить счастливо. Я буду жить долго. Я буду здоров. И, конечно же, если я начну об этом думать, то я начну стремиться к этому. И вы увидите, что Вселенная будет постоянно помогать вам в этом. Она будет давать вам постоянно какие-то возможности. Вы начнете это замечать, что вот, я думал хорошо, и вот она, возможность, которую мне посылает Вселенная. Господь Бог, Аллах, Иисус, кто угодно. Маленькая возможность. И Господь Бог видит, что Он угадал наши мысли, и Он посылает нам еще возможности. Еще, еще, и еще. И вы увидите, что самые невероятные вещи возможны. Наша жизнь изменится. Давайте начнем именно с себя. Давайте начнем формировать наш мир. Давайте сначала в сознании, в голове. И все изменится. Я вас уверяю. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий. С вами был Демитрович Юрий. Спасибо. 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 Спасибо.